Объединенная редакция МВД России представляет. Расследованию подлежат. Как раскрываются преступления прошлых лет? Жестогие убийства, похищения людей, кражи, грабежи, хитроумные мошенничества. Почему одни преступления раскрываются по горячим следам, а другие лишь спустя годы, а то и десятилетия? Какие достижения современной науки становятся ключом к разгадке дел давно минувших лет? Некоторые профессиональные тайны полицейских мы приоткроем в этом фильме. Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы. Из выступления президента Российской Федерации Владимира Путина. Потерпевшие ждут, что преступники будут задержаны и понесут справедливое наказание. И моральный, и служебный долг полиции эти надежды оправдать. Из выступления министра внутренних дел генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева. Имя этого человека до сих пор вызывает страх у жителей Липецка. Жестокий убийца. Маньяк, лишивший жизни 14 ни в чем не повинных женщин. Его ловили долгие годы, и только благодаря настойчивости и профессионализму сыщиков, следователей, экспертов, Липецкий Чикатило был отправлен за решетку. Так как же удалось обезвредить кровавого монстра? Все началось поздней осенью 98-го года. Компания молодых людей отправилась за город на прогулку и наткнулась на труп девушки. Она была раздета и задушена. Как показала экспертиза, перед смертью жертву изнасиловали. Но кто же так жестоко расправился с несчастной? Сыщики выяснили, что последним девушку видел бармен из местного кафе. Он посадил ее на попутку, вишневую ладу девятой модели, и вроде бы даже обратил внимание на номер, но никак не мог его вспомнить. Возили его в ЛУПНБ, это наша психоневрологическая больница. Там у нас очень хорошие, значит, психологи есть, те люди, которые могут помещать в транс. Мы его помещали в транс, пытались восстановить ему память, ничего не получилось. Спустя два месяца в пригороде Липецка обнаружили тело еще одной молодой женщины. А потом, в течение 99-го года, стали регулярно находить тела девушек. Места обнаружения – берег водоема или лесополоса. Опытные криминалисты знают – это излюбленные точки для нападений серийных преступников. Когда-то именно в лесополосе совершал свои зверства печально известный маньяк Чикатило. Многое указывало – в Липецкой области появился его подражатель. Девочки молодые, они просто боялись выходить на улицу в вечернее время из-за того, что поорудовал такой вот, можно сказать, зверь дикий. Кто устроил охоту на молодых девушек? Немногочисленные свидетели называли разные марки машин, в которые садились жертвы. Но как такое возможно? Неужели маньяк имеет целый автопарк? Везде стояли блокпосты, постоянно в лесополосе, например. Если кто-то заезжает или выезжает, дежурили сотрудники ГИБДД, останавливали, записывали номера, данные и передавали всю информацию нам. Оперативники отрабатывали ранее судимых, пробивали по базам автомашины, подходящие под ориентировки. Но результата не было. Важной зацепкой в расследовании дела Липецкого Чикатило стали так называемые микрообъекты. Наша справка. Микрообъекты. Материальное образование очень малой массы, несущие информацию о расследуемом преступном событии. К микрообъектам относятся микроследы, например, царапины. Микрочастицы, например, чешуйки кожи, волокна тканей, пыльца, споры растений. Микроколичество вещества, например, запаховые следы или ничтожно малые концентрации различных веществ на одежде и предметах. При вскрытии трупов мы изымали микроволокна с рук, какие-то биологические следы, которые они фиксировали и потом впоследствии использовались в качестве объекта исследования. Увы, ни одна улика не указывала на преступника. Только в 99-м году душегуб лишил жизни семь девушек. Но одной жертве чудом удалось спастись. Так у оперативников появился реальный шанс обезвредить липецкого Чикатило. Утром на проходной укладок комбината пришла девушка, раздетая, полностью, практически голая. И пояснила на проходной, что вечером остановила машину, хотела ехать домой. Ее завезли в посадки, где придушили, изнасиловали, потом закидали ветками. Но по счастливой случайности, сдушили одним из предметов ее одежды. Этот предмет был синтетический, и узел, который завязал преступник ей на шее, он потихоньку расслабился, и женщина осталась жива. Выжившая рассказала о бежевой шестерке и описала преступника. Крупное телосложение, широкое лицо, залысины. Ориентировки с фотороботом предполагаемого убийцы были разосланы в каждое подразделение. К розыску подключились все службы. Насильника решили ловить на живца. Молодые сотрудницы в штатском выходили на дорогу, изображая подвыпивших девиц, и тормозили проезжающие шестерки. Но преступник ловко обходил расставленные сети. Как ему это удавалось? Сыщики выдвинули две версии. Или у него в собственности есть несколько автомашин, у него, у жены, может быть, у каких-то родственников. Либо человек где-то работает, может быть, в какой-то транспортной организации. Были отработаны все таксопарки, лица, подрабатывающие частным извозом. А это ни много ни мало, более четырех тысяч человек. И вскоре в деле появился реальный подозреваемый. За ним установили наблюдение. Мужчина жил один, вел распутный образ жизни, и даже шестерка у него была. Подозреваемого задержали. Но удивительно. На допросах он вел себя уверенно, отвечал прямо. Более того, по большинству эпизодов у него оказалось алиби. Получается, подлинный убийца на свободе? Ноябрь 2000 года. В пригороде Липецка, недалеко от озера, рыбинспекторы остановили подозрительный автомобиль. Браконьер? Но в багажнике рыбы не оказалось. Только какая-то шуба. Мужчину отпустили. А вскоре, недалеко на берегу, инспекторы наткнулись на убитую женщину. Сотрудники рыбнадзора сообщили о страшной находке. Так в разработку попал владелец «Жигулей», некий Анатолий Сидых. Но явных улик против него не было. Между тем, убийства продолжались. У очередной жертвы пропал мобильный телефон. Оперативники решили установить его местонахождение. Поначалу телефон молчал, но однажды ловушка захлопнулась. И этот телефон заработал у Сидыха Анатолия Петровича. Это был тот самый мужчина, который уже попадал в поле зрения оперативников. Выяснилось, он работал водителем. Так вот, почему жертвы и свидетели говорили о разных автомобилях. По месту жительства Сидых немедленно выехала группа захвата. При обыске дома мы у него находили золотые изделия, которые принадлежали жертвам. Эти золотые изделия он снимал с жертв и дарил своей точке. Те вещи, например, шубы, которые были, он из них делал чехлы на машину и ездил на них. Ему жалко было выкидывать эти вещи. Он был жадным человеком. Мы нашли около шести бюстгалтеров у него женских. Маньяк оказался женатым мужчиной, отцом двоих детей. Признавать вину отказался. Даже когда ему предъявили результаты молекулярно-генетической экспертизы, он заявил, что у него есть брат-близнец. Словом, сочинял истории на ходу. Когда его ловили на лжи, картина хватался за сердце. Но сыщикам и следователям удалось доказать его вину. В апреле 2010 года за 12 убийств маньяка приговорили к пожизненному заключению. Казалось бы, в деле можно ставить точку. Но оставались нераскрытыми еще два преступления. Тогда экспертиза не смогла точно установить принадлежность биологических следов седых. Но спустя годы, когда появились новые, более совершенные методы исследования, хранившиеся в материалах дела вещдоки, были повторно направлены на экспертизу. Это случилось в июне 2023-го. К тому времени седых уже 13 лет сидел в колонии для пожизненно заключенных и надеялся по истечении 25-летнего срока подать прошение о помиловании. В этот момент ему было предъявлено новое обвинение. И экспертиза подтвердила. В обоих нераскрытых в прошлые годы преступлениях виновен именно седых. Очередной приговор Липецкий Чикатило уже не выслушал. Он покончил с собой в тюремной камере. Что толкнуло убийцу на этот шаг? Раскаяние? Вряд ли. Безысходность? Возможно. Одно можно сказать точно. В деле жестокого и хитроумного преступника, долгие годы державшего в страхе целый город, поставлена точка. Потому что зло должно быть наказано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова